Побежали! И самые взрослые мужчины. Знакомый большинство участников лес проблем с поиском контрольных пунктов не вызвал. Плюс у каждого был свой секрет успеха. Надо быть уверенным в себе, и тогда все получится. Мне кажется, что чтобы выиграть, нужно быть действительно уверенным в себе и не бояться никаких преград. А этот один из самых юных участников уверен, его номер, который символизировал количество дней, оставшихся до начала Сочинской Олимпиады, наверняка принесет ему удачу. Более опытные спортсмены перед стартом бурно разрабатывают тактические ходы. Какое расстояние здесь? Ну вот здесь тут километра километра. Со мной километра 2-3 будет, наверное, точно. Соревнования шли в режиме нон-стоп. Одни стартовали, другие тем временем финишировали. У нас отличные ощущения. Я просто первый раз на этих соревнованиях. Очень интересно. Там немного поблудела, но всегда бывает. Очень прекрасно. Знаете, очень много препятствий. Это и костры, это и упавшие деревья и так далее. Когда бег препятствий, он атомизирует. Для тех, кому показалось мало дистанции, пробовал свои силы в лабиринте. Дискотека и конкурсы от Европы Плюс еще больше поднимали настроение, особенно в момент вручения подарков от партнеров соревнований. Получает приз от нашего партнера, сертификат, бесплатное подключение интернета на 2 месяца. Держите. Так, и от нашего партнера магазинов абордаж. Самая приятная процедура, конечно же, церемония награждения. Тем более, когда победа неожиданна. Мне казалось, что я проиграю. Гонка была очень легкой. Не думал, что я выиграю. Может, вместо 10-е вот так. Ну, гонка я довольна. В группе ВИП-ориентировщиков у мужчин и женщин не было равных Александру Ерохину и Светлане Симаковой. Соперницы я вообще на дистанции не видела, на самом деле. Наверное, быстро бежала, поэтому победила. В группе самых опытных участников мужчин и женщин 55 лет первыми стали Людмила Ларичкина и Василий Дагадин. Во-первых, я сама тренируюсь, а во-вторых, работаю тренером. И молодежь постоянно представляет быть в должности. Наградили и самого юного, которому еще и двух лет не исполнилось, и самого возрастного участников. Все победители и призеры получили подарки и ценные призы от партнеров соревнований. Компания Билайн, торговой компании Радикс, магазина Эльф, интернет-провайдера Net by Net, сети магазинов Абардаж. Российский Азимут теперь уже 2012 соберет любителей и профессионалов спортивного ориентирования ровно через год. Андрей Желяев, Владислав Гопеев и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.